Привет, ребята, в эфире программа «Хочу с». И сегодня я, Родион Газманов, возьму интервью ни у кого-то с улицы. Нет, у нас в гостях Александр Степанов, он же рэпер-эссе. И он нам расскажет все последние новости русского рэпа. Вообще, все, что вы хотели знать, но боялись спросить про русский рэп. О том, красавчик ли глух. И как написать песню в рэп-стиле из абсолютно случайных слов. Поехали. Я хочу обратиться к некоторым людям. Почему сейчас я четко услышал «идите нахуй»? На эльфийском «Эстель» значит «надежда». И мне очень нравится, потому что реально дети – это наша надежда. Скажи мне, каким поступком в твоей жизни, вот самым главным, ты больше всего гордишься? Женой. Я думаю, как это все на меня смотрят, друзья такие «ты что, дебил?» Я думаю, я что, дебил? Она оценила? Не, она подумала, дебил какой-то зашел. Касательно выступлений, я выступаю очень круто. Мои выступления live – это пожар. Я действительно тот человек, который может читать под треком 100 комментариев, какая классная песня, увидеть два, что это картавое говно, и подумать, что это картавое говно. Александр Эсте, скромный рэпер. Это как… Как трезвый водитель. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, друзья, в эфире программа «Хочу с…» И, как выяснилось, сегодня я хочу с Александром Степановым, он же Эсте. Привет. Привет. Ну, спасибо, что пришел. Скажи, что легче, давать или брать? Слушай, ну вот сегодня я узнаю, но как ты сказал, что порой давать легче, чем брать. Вы понимаете, гость пришел, и он меня уже цитирует. Начнем сначала. Вообще, кем ты мечтал стать в детстве? Учителем русского языка. Серьезно? Да. Мне настолько не нравилась моя учительница русского языка, Вера Борисовна, если вы это смотрите, большой вам привет. Настолько она меня не любила, настолько… Ты реально думаешь, что смотрит сейчас? Конечно, я думаю, она не пропускает. Я думаю, после того, как у меня вышла книга стихов, она вообще в восторге от всего происходящего. И я хотел именно вырасти и вести так, чтобы дети хотели учить русский язык и литературу, а не для того, чтобы просто дети высиживали на последней партии, скорее бы, когда закончится… Я был бы виноват во всем. Вот все, что происходило в классе, это был Степанов. Там вот что угодно, Степанов, его нет в классе, все равно он. Поэтому я должен был быть идеальным учительом русского языка, несмотря на мою грацирующую букву. Ты знаешь, с учетом вот бороды, да, и вот такого стиля, я думаю, что учитель русского языка из тебя вышел бы вот такой… Татуировок еще. Опять же, конечно. То есть, внимание детей нужно каким-то образом завоевывать. Я вот это… Лучший способ. Но, кстати, вот к слову о русском языке… Война и мир. Да? А профиль Толстого там есть? Преступление и наказание. А нет, а Толстой во всю спину. Прекрасно. Слушая твои песни, я почему-то не смог найти ни одной, где бы использовалась апсинная лирика. Мат, грубо говоря. Я плохо искал или такого действительно нет? Такие песни есть. И они появились… Самая громкая из них появилась после того, как я начал гастролировать группировки Ленинград. Что… Да, они влияют. И помимо моих куплетов в песнях «Ваяш» и «ЧПХ», у нас вышла потрясающая песня «Балалайка». Я ее называю мантрой для всех людей, кто когда-либо, где-либо от чего-то устал. Неважно, на работе начальник, пробки, кто-нибудь тебе наступил на новые кроссовки или кто-то опоздал на интервью. Так люди тоже делают иногда. Да, ты ставишь эту песню и такой… И там очень простой припев. Как же хочется порой вечером, придя домой, снять с себя рубаху и послать все. Именно… Ты скажи, мы же не пикаем даже. А, нахуй, конечно. А, красавчик. Вообще, еще один тонкий момент, что когда мы познакомились с Сергеем Владимировичем Шнуровым… Видно, учитель русского языка сказал «нахуй, как надо». Да, прям со вкусом. Когда мы познакомились с Сергеем Владимировичем Шнуровым, я писал какой-то пост в Инстаграм, он говорит, а что ты вот звездочку какую-то ставишь тут? Я говорю, ну что бы, ну как-то… Он говорит, ты если хочешь уже сказать. Ага. Там не так понятно, что написано. Я говорю, ну да. Он говорит, ну и зачем? Ты если хочешь сказать «нахуй». Скажи «нахуй». Итак, мы за первые пять минут интервью сказали это слово минимум раз пять, да, мне кажется? Хорошо. Прекрасно. Ну, мы сказали четыре раза, я считал. Я думаю, это идеально пойдет для нарезки нашего интервью. Да, да. Мы еще засыплируем, я думаю. Слушай, ну вот по поводу Шнурова, кстати, Сергей Владимирович прямо… Сергей Владимирович. Ага. Это он к себе требует такого обращения? Ни в коем случае. Или он вызывает такое обращение к себе? Это я не могу ввиду своего воспитания, как-то к нему обращаться. Ну, бывало на разное… Ну, как-то вот Серега, ну, не знаю. Ну, Сергей Владимирович. Ну, Сергей, а вы… Сергей Владимирович. Иногда бывало, Сергей Владимирович, ты. Да. Да, но все-таки Сергей Владимирович и вы. Зная тебя какое-то время уже и следя какое-то время также за твоим творчеством, ты для меня остаешься очень противоречивой фигурой. С одной стороны, рэп – это направление, где, ну, излишняя интеллигентность кажется рафинированностью. Я прав сейчас или нет? Ну, это как бы свобода. Все говорят, что вам, рэперам, все равно, да? И тут ты называющий… Человек, которого вся страна называет шнуром. И тут он для тебя, Сергей Владимирович, и ты так вот… Так воспитание не позволяет. Ты не видишь противоречия к этому? Вся страна называет его шнуром в комментариях и в разговорах. Она же лично не подойдет к нему на улице и не скажет. Ну, нет, наверняка есть такие люди, но в основном тех, кого я видел, обращается к нему Сергей Владимирович. И опять же, что касается моей многогранности, разносторонности и противоречивости, это все присутствует во мне. Я действительно человек, у которого есть своя книга стихов. Человек, у которого в тот же момент гастролировал в группировке «Ленинград». Человек, который может записать совместную композицию с Михаилом Захаревичем Шифутинским и в тот же момент участвовать на «Версус-баттлах». Начнем с «Ленинграда». Как сложилось ваше сотрудничество? Откуда это взялось? Как получилось? Все мечтают спеть со шнуром. Да. В какой-то раз и получилось. Все действительно мечтают. Да. Мне действительно очень повезло, что два с половиной года своей жизни я был участником самой крутой, самой большой рок-группировки. Самой круто организованной? Самой круто организованной и единственной, собравшей все стадионы по стране. И собравшей не так, что, знаешь, сцену додвинули до одной трибуны и там зашло тысячу человек. А он знает технологии. Конечно. А действительно собирающие солд-ауты. Это был день рождения одной моей подруги. И нас сюда пригласили с «Ассоль». Мы чуть-чуть опоздали. И до последнего, я не понимал, успеваем мы, не успеваем. Но мы в итоге приезжаем. И выступает Ленинград. Выступает Ленинград. А у меня тогда вышла песня «Пятки». Не отрывая пятки. И они выступают. И в какой-то момент мне начинает казаться, что Сергей Владимирович как-то со мной взаимодействует со сцены. Я смотрю на Ассоль, говорю, слушай, мне тут такое кажется. Он говорит, да и мне что-то кажется, я думаю. Ну, видимо, может быть, шампанское в голову ударило. И есть момент в одной песне, где он просит всех сесть и потом подпрыгнуть. И он говорит, сейчас, ребята, все-все садитесь. И вот только вот без этой фигни, вот, про не отрывая пятки. Я говорю, ну, совсем как-то уже чудится. Просто вот со всем. И все. И потом он вышел в зал, играл. Я дал мне микрофон. Я пофристайлил. И он говорит, слушай, если тебе интересно пообщаться, давай после выступления зайдем, заходи в гримёрку, поболтаем. Я такой, окей. Они ушли. Я думаю, ну, знаешь, ну, типа, уважение друг другу к артистам. Ну, поговорили и все. И ко мне подошел директор Ленинграда. Говорит, пойдешь? Я говорю, да, пошли. И вот мы так заобщались, зазнакомились, обменялись какими-то демками. Я поехал уже, по-моему, через неделю-две. Как настоящий подкаблучник. Все время, видите, смотрю вправо, там у меня супруга ходит. И сверяю информацию. Неделю через две я поехал в Санкт-Петербург. Мы записали ваяж. Потом ЧПХ. И вот все. Потом балалайку. И вот так как-то понеслось. А в какой-то момент он говорит, слушай, есть у тебя предложение. Ты, говорит, подумай, конечно, но, может быть, ты погастранируешь с нами. Я говорю, слушай, ну, вот так и так, что делать-то? И она говорит, в смысле? В смысле, что делать? Пока. Вот твоя сумка. До свидания. И все. И вот мы поехали. И я очень рад этому времени. Я скучаю, вспоминаю. Мы откатались к кучу стран, кучу городов. И я поработал с профессионалами. Я очень много чему научился. И каждый член группировки «Ленинград» — это личность, это музыкант, это человек, с кем безумно приятно пообщаться даже хотя бы пять минут, а у меня было на это два с половиной года. Что самое главное, чему ты научился у Сергея Шнурова? Вот прямо что-то одно, если вы делите. До хуя бухать и выживать после этого. Вот так. То есть на сцену выход идет в таком состоянии. Ну давай, давай, начал уже. Слушай, я не буду портить корпоративный имидж. Смотри, просто у меня ощущение, что Сергей Шнуров в первую очередь гениальный продюсер. Он знает, что он делает, он знает, куда он двигает и знает, как создать имидж. Но у меня была четкая вера в то, что он на сцену выходит не в одном глазу. Он выходит на сцену абсолютно трезвым. А в двух? Ну ладно, не придирайся, серьезно. Слушай, ну касательно того, как выходит Сергей Владимирович на сцену, лучше спросить у Сергея Владимировича. Я же выходил не в самом начале, я же выходил к шестой песне. То есть у него было время протрезветь за это время? Я просто не знаю, каким он выходил. Скажи, много бухать это сколько? Сколько ты себе можешь представить? До хуя. Вот умножь. На что? На до хуя. То есть до хуя в квадрате? Ну в кубе. В кубе. Прекрасно. Три бутылки водки перед выходом на сцену, что? В одного? Ну да. Можно. Можно. Ну конечно. А ты сам как к этому относишься? Ты выходишь на сцену как? Сцена лечит, во-первых. Это да. И со сцены лечит тоже. И со сцены лечит. Я никому не рекомендую пить, потому что алкоголь вредит вашему здоровью. Но я мог себе позволить выйти совершенно в разных состояниях. Но всегда при этом то, что я должен сделать на сцене, я выполнял идеально. И скажу тебе больше и честно. Три бутылки в лицо перед выходом на сцену я не выпью. Ага. Логично. Нет, я могу... Ну серьезно. Слушай, ты же сказал в кубе. Я сделал в кубе. Ты сейчас сказал все сделать круто, все сделать идеально. Как у тебя с самокритикой? Я не сказал идеально, я сказал круто. Ты сказал круто, ты сказал... Как же ты сказал? Без изъянов. Какое-то было такое слово. Самокритикой у меня. Как у тебя с самокритикой? Касательно выступлений я выступаю очень круто. Я знаю, наверное, несколько артистов, которые могут со мной сравниться на сцене. В качестве живых выступлений. Так, ну я, потом еще Сергей Шлуров. Ну и все. Эминем. Мои выступления live – это пожар. То есть это то вообще, ради чего стоит ходить на концерты. Иногда ты приходишь на концерт, и артист реально поет все песни, которые ты слышал по радио, в интернете. Но это настолько уныло, настолько отвратительно, настолько это... Ну вообще артист не похож на артиста, что... Мы поняли, мы несколько раз выступали на одних площадках, поэтому он знает. Предсказуемо. Что ходить на эти выступления я не вижу смысла. То есть артист должен что-то новое все время показывать? Концерт должен нести энергию. На моих концертах ты испытаешь весь спектр вообще ощущений. Ты поплачешь под «Иду ко дну», поругаешься матом под балалайку, покачаешься под сумасшедшего русского и устроишь там драйв под рок-версию «Вечно молодого». Я действительно тот человек, который может читать под треком 100 комментариев какая-классная песня, увидеть два, что это кортавое говно, и подумать, что я что-то делаю не так. То есть я, несмотря на то, что я воспитан на рэп-сайтах, где просто разносят в пух и прах все, что выходит. Скажи мне, а что у тебя не получается? Вот что ты делаешь плохо? Вот что ты... Над чем ты в себе работаешь, чтобы сделать себя лучше? Или ты все идеальный человек, как у Леонарда Винчи? Ни в коем случае. На самом деле я просто вот сегодня разошелся и чувствую себя вот у тебя на интервью очень комфортно. Ага, это моя недработка, согласен. Ты просто располагаешь к себе. На самом деле я довольно-таки скромный человек. Это сейчас прозвучит очень странно. Это просто прозвучит непредоподобно. Ну можно смонтировать вот так вот. Понимаешь, я очень скромный, а потом я такой ба-ба-ба. Александр Эстет. Скромный рэпер. Это как, не знаю, как... Как трезвый водитель. Вот в своем творчестве, да, там, понятное выступление здесь, выступление там, концерты кассовые, корпоративы. Что бы ты ни стал делать, ни за какие деньги. Что для тебя прямо вот зашквар-зашквар. Там выйти на сцену, там, снять штаны и показать жопу. Легко. А, окей. Жопу или член? Член вообще легко. Что из этого? Член легче, чем жопу. То есть жопой помогать у тебя. Да. Руки мало? Да, конечно. Хорошо. Это тоже важно. Скажи, на что ты больше всего потратил в жизни времени зря? На наркотики. Вот так. Сейчас ты их не принимаешь? Нет. Почему такое решение? Во-первых, я очень удачно женился. Во-вторых... Жена не разрешает? Нет. Или не покупает? Ну, не говорит, где лежат. Я помню, где-то были, она говорит, не-не-не-не. А у меня память. Я знаю, с кем будет следующее интервью просто. Да, она уже готова. Слушай, было время, и это время прошло. Я очень рад, что это время не завело в какие-то крайности. Но ты жалеешь, что ты принимал наркотики? Сказать, что... Я жалею, что очень многое я упустил. Пока занимался этим, пока это все было... Что кто-то в это время занимался карьерой, вкладывал деньги, не пробазаривал то, что имел, выпускал песни. Ну, то есть, то время, которое я просто потерял, кто-то его использовал более выгодно. Это важно. Это важно сейчас, когда я смою назад. У меня был случай... Это было важно тогда, но ты об этом не знал. Да, что я работал, зарабатывал много денег по тем временам. И в какой-то момент мне нужно было сделать выписку для визы, о доходах, что-то такое. И я пришел в банк, и мне дали выписку. И я реально, я смотрю, сколько денег я получал, а я не понимаю, где эти деньги. Там реально сумма, ну прям... Ну, квартиру купить где-нибудь в километрах 200 от Москвы, двухкомнатную, можно точно. А я понимаю, что эти все деньги приходили и уходили, приходили и уходили. Очень показательно, какое количество людей пропадает из твоего окружения, когда ты меняешь свой образ жизни. Это да. Людей, которые тебе кажется, что всегда будут с тобой, вот это твои кенты, вы самые близкие друзья. И они в этом говорят всегда. И кто-то говорит, потом пропадает. Вы не только ради тусы, это вообще, это просто, это не главное, это просто есть. А потом как-то вот ваши пути расходятся. В начале они пытаются тебя еще вернуть. Говорят, ты что, ты куда? У нас же здесь, смотри, какое гладкое дно. Давай вместе его касаться. Там еще кто-то снизу такой, да-да-да. А тут еще есть подвал. И когда ты на это смотришь трезвым, конечно, жалеешь. Тебя предавали когда-нибудь? Да, да. Да-да, это прямо не один раз. Да-да, это прямо не один раз. И близкие друзья. Я очень добрый человек. Я никогда не прошу, да. Зачастую, да, до сих пор. Просто ты не производишь впечатление человека наивного. И ты умный, интересный собеседник. Ты разбираешься в людях, с которыми с тобой разговаривают. Поэтому наивный, наверное, не то слово. Ты веришь в доброту людей изначальную? Я, да. В чем твое заблуждение? Я верю в людей. Я верю... Нет, не во всех. Я верю, что каждый... Ну, сто процентов я верю, что каждый имеет шанс, а то даже и два, на второй шанс. Что всем нужно стараться... Что, возможно, человеку нужно просто дать возможность выйти из ситуации, в которой он оказался, и он изменится. Что делал человек, чтобы ты ему больше не давал шансов? Вот в такой ситуации. Предавал? Ну, понятно. Ну, вот как? Там, взял денег, не вернул. А, нефига. Увел девушку. Там, не знаю, там, поджег дом. Там, не знаю, пнул собаку. Заставил показать жопу нас. Слушай, ну, вот из такого, что недавно вспомнить, кинул меня по бизнесу через бумаги. То есть у нас были договоренности пацанские, а в итоге он сделал все, провернул все через бумаги, и я остался в стороне. Это так вот, из некрасивого. Что касается... Это сильно тебя подкосило финансово? Финансово? Да. Ну, это неприятно было финансово, но это меня не подкосило сильно. Это просто... Все равно артист, помимо финансов, вкладывает еще очень много себя в свое дело. И это именно свои мысли, свое время, свои связи, свои какие-то переживания. И вот это вот жалко. Деньги я еще заработаю. А время, которое потрачено, вот его уже не вернуть. И человек... Ну, и человек пытался вернуться в твое... В твое... Не знаю. А. Я прям вычеркиваю. Вот. Даю, даю, шанс даю, а потом я что-то обрубаю. Это происходит, причем, не специально. Это где-то внутреннее. Рефлекс. Да, да. Просто в какой-то момент человека будто бы и нет. И вот вроде бы пять минут назад я был готов ему еще раз дать, а потом он что-то делает. И я думаю, а зачем? Были ситуации, когда я помогал там другу выйти из сложной зависимости. А когда он из нее выходил, у него начиналась новая жизнь, он говорил, что... Слушай, да, я как бы сам вообще это все сделал, и вот я теперь там буду, и... Да даже не спасибо. Да пофиг. Согласен. Скажи, раз мы... Я ни на кого вообще не держу зла. У меня были моменты, я их отпустил. Я стараюсь не нести это все вперед. Скажи мне, а каким поступком в твоей жизни вот самым главным ты больше всего гордишься? Прям вот смотришь, говоришь, я красавчик. Женой. Жена — это поступок? Да, что я ее добился. Ага. Это сложно было? Да. Поделись успехом. Я ее увидел на обложке календаря. Ага. Она снималась, да, для бренда «Одежда» моих друзей. Я увидел фотографию и влюбился. Я такой видный парень, не имеющий вроде как проблем со знакомствами. Так и девушка-то... Прихожу знакомиться и просто млею. Просто... И просто дебил. Вот вообще такой... Я думаю, как это... Все на меня смотрят, друзья такие, ты что, дебил? Я думаю, я что, дебил? Она оценила? Не, она подумала, дебил какой-то зашел, но как бы сделала мне чай и пошла заниматься своими делами. Я такой, не теряю надежду. Взял на последние деньги свои, что у меня были реально, взял машину в аренду, «Мерседес», «Цешку». А ты тогда не зарабатывал? Зарабатывал, но я и тратил, и ну, как-то вот эти деньги, которые до них как-то так... То есть на доход был, да? То есть типа не последние деньги и дальше месяц... Это были последние 5 тысяч. Это были последние... Нет, вот это были последние 5 тысяч. Мы жили за городом, скидывались за дом, мы снимали дом на четверых, и вот я отдал деньги, у меня осталась пятерка. Широкая душа живет за городом, арена «Мерседеса» последние 5 тысяч. Ну, на этот «Мерседес» 5 тысяч. Я без иронии сейчас. Я тебе серьезно говорю. Я поехал за ней в Тверь, приехал к ней. Она опять сказала дебил, да? У нее какие-то были дела, мы пошли в кафе, и мы сели, а я такой реально уже считаю, так на бензин ушла, там осталось, что-то на салатик взяла уже. Я воды, кофе попью, кофе попью, и мы сидим, как она потом рассказывает, она говорит, я вообще обычно каких-то там, не назовем, свиданиями, ничего не ела, а тут что-то прям я. Эй! И в общем мы сидим, а я понял, я такой, ну, я сейчас как бы, извините, нет, знаешь, хорошая погода. Не мог понять, с чего начать, и пока я вот сидел и собирался, она такая, смотрит в нее в глаза, и такая говорит, слушай, давай только сразу. Вот если ты вот приехал сейчас мне что-то там про любовь, отношения, там, давай не будем, а, вот мне это вот здесь, ну просто, ну, ну правда, там говорит, ну, не надо, серьезно. Я так обомлел, понял, я вжался в стул, я говорю, в смысле, ты будешь, и тут слова отношения, ты будешь моей женой. Минус пять тысяч, намерз, блин, еще вообще. Как она смеялась, ты че, как она смеялась, ты будешь моей женой, она такая, ха-ха-ха, попа, фу-фу-фу-фу. Не смеется уже. Я вспоминаю эту историю, я говорю, я сказал, что ты будешь моей женой, она такая, тебе просто повезло, я такой, а я знал. И действительно, ну, пришлось совершать, ну, вот, поступки, действия, ходы, встречи, я мутил съемки, где мы могли бы вместе сняться, увидеться, что-то делать, так же, чтобы заинтересовать, пытался какую-то, я, жену зовут Ассоль, я прочитал Алые паруса, я начал там цитировать стихи в переписке, то есть, я прям, у нас, еще помимо общего замечательного интервью, у тебя есть чудесная песня «Гравитация», вот, и параллельно, плюс-минус, в одно время у меня вышла песня «Гравитация», которую я как раз посвятил Ассоль. А в каком году? Сейчас тебе скажу, в 2014-15. Ага, я успел раньше. В 2014-13? В 2013 вышла «Гравитация». Ну вот, значит, я у тебя украл ее. Да, да. А потом мы поговорим после интервью про авторский. Продолжаем. Изи. Да. Дочку зовут Эстель. 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 Я правильно понимаю, что ты свое имя увековечил в имени ребенка? Нет. Или учил эльфийский специально? Эльфийский. Это вот прекрасная версия Даши Булавиной, нашей хорошей подруги, которая сказала, что на эльфийском Эстель значит надежда. И мне очень нравится, потому что реально дети это наша надежда. Моя надежда. Ну и Эстель, и Ассоль опять же в одном имени. Вот. А история была такая, ночь, и мы еще, ну мы планировали завести детей, но еще не беременна, ничего, не в процессе. Звонит мне друг мой, Серега Пицца. И просто из выражения с пустой в пора, в пригожию. Из пустого, не в пригожию. В пора. Ну, в общем, мы поняли. И рассказывали. Это лучший совещательник. Это лучший. В порожье, да. В порожье. Ну, вот, ну, да. И говорит, говорит, Сань, слушай, я тут понял, если у тебя будет дочка, у вас с Ассоль, вам нужно ее назвать Эстель. А мы лежим такие. Он поэт. Мы говорим, да, Серега поэт. Это вообще бесспорно. Я говорю, почему он говорит, ну, Эстель и Ассоль. Эстель. Мы такие, да. И все. И как-то не было даже других вариантов. И приступили. И тут же я повесил трубку, я говорю, ну, поехали. Были у меня переживания. Я хочу обратиться к некоторым людям, хоть мне не разрешают комментировать эти фотографии, иногда выкладывают наши фото, какие-то там телеканалы, радио. И собираются прекрасные комментаторы обсудить выбранное там имя. Не мое, потому что меня зовут Саша, а там жены и дочери. Живите хорошо, будьте счастливы. И найдите какие-то более интересные темы для обсуждения, чем имена других людей. Почему сейчас я четко услышал «идите нахуй»? Я не знаю. Я хотел сказать так, но подумал я же, типа, «идите нахуй». Ребят, вы не представляете, какое удовольствие я получаю от этого интервью. Правда. Спасибо. Это абсолютно взаимно. Я думаю, что сейчас мы повышаем ставки и начинаем играть. Ты написал огромное количество песен. ты человек, который невероятно плодовит на творчество и даже написал песню для Ольги Бузовой. Не одну. И не одну. Вот «Малополовин», да, что еще? «Малополовин», «Водица», «Она не боится», «Чемпион» из последних. Главное, «Проблема», «Не виновата». Вот мы сейчас посмотрим, насколько ты быстро умеешь писать стихи. Смотри. У нас есть мешок рубрикатор, в котором находится куча разных слов. Тебе нужно вытащить четыре бумажки и написать маленький фрагмент, используя обязательно эти слова. Давай не просто по одному. Нет, вот нам прямо надо, чтобы четыре в одной фразе. В одной фразе все четыре слова было? Или в четверостище? В четверостище. Так давай по одному. Давай. Естественно, пистолет. Снеперская тема. Абсолютно. Так, пистолет. Газманов. Уже хорошо. А какой? А посмотрим. Пистолет Газманов. Пистолет Газманов. Я, кажется, знаю, как назову сына. Омут. Омут. Пистолет Газманов, кстати, крутое имя. Мне не нравится, куда идут эти стихи. Но проблема, что до свадьбы он будет холостой. Так. и простокваши. Ну что ж, творите, Александр. Творите. Слушай, вообще, я могу подбитбоксить, если надо. Не, а стихи или рэп нужен? Ну, рэпчик, конечно. Это же большая разница. Давай рэпчик. А потом стихи. У нас же не один раун. Муки творчества. Йоу. Сейчас здесь Газманов и СТ. Или просто Родион и Саша. А ну-ка, в омут убери свой пистолет. А то получится. Из тебя, брат, просто кваша. Браво. Так, давай бумажки, вещи подочетные. Продолжим. Давай. А еще, да? Как ты думал? Давай стихи теперь. Стихи веселее. Стихи. Подожди, стихи в каком стиле? Веселый или торжественный? Броский. Давай, броский. Мне Ассоль недавно открыла стихи Бродского. Так. Показав его. Ну, прекрасно. Так, в общем, стихи Бродского. И я понял, что любое стихотворение считай как Бродский. Колготки. Колготки, бумер. Гуф. Отлично. А, все, ну все легко. Все сошлось вообще. Какая комбинация классная. О, синхрофазатрон. Я надеялся на это. Синхрофазатрон у нас будет в стихах. Подбродского, да? Мне нравится момент, когда Александр погружается в этот процесс концентрации. Синхрофазатрон. Что такое синхрофазатрон? А хер его знает. Ставь. И интернет писал, Гуф умер. И модный рэп Натягивал колготки. Я выпускал в 20-м В мерсе бумер. И синхрофазатрон Стоял Стоял В проводке. Это Бродский. Это Бродский. Я тягу. Я понял, что если читать как Бродский, любые стихи прям залетают. Согласен. Третий раунд. Я просто... У меня было стихотворение, я его читал «Ассоль». И она как-то... Ну, это стихотворение. Потом я его читал на видео, как Бродский. Она такая... А это чье? Я говорю, мое, я тебе его читал. Такое красивое. То есть интонация решает. Да. Скажи, вот коротко, Гуф красавчик? Гуф вообще красавчик. Хорошо. Я извиняюсь, если Леха что-то не так сказал сейчас, но я считаю, что Гуф красавчик. Дура. Да. Дура. Люси. О-о-о-о, извини. Нормально. Все мы... Слушай, как скажи, вот, но... Нормально. Ну вот есть такое, что, знаешь, бывает встречаешь человека там, ну там, под выпившем, надежды такой... Надежда, мойка... А вот бывает такое, что как часто всплывает в твоей жизни по сей день? Регулярно. Ну вот, знаешь, у меня был потрясающий момент, прям вот это вот был момент, кульминация всего, что... Лесной. Кульминация всего. Обычно я выхожу на сцену, там, в какой-то момент подходит очередь песни Люси, я говорю, ребята, сейчас спою песню, которую всегда просят на всех концертах. Я все такие, Люси! И мы выступали в Сарове, городской концерт, площадь, и у меня только вышла песня парами. И я выхожу с гитарой, ребята, сейчас будет песня, которую всегда все просят. Какая? И 20 тысяч человек все вместе парами. Я заплакал. Потому что в тот момент была подбеждена собака. И мне это важно. Что за слово-то? Давно. Давно, отлично. Давно лесной Люси и дура... Это, смотри, мне кажется, ты прям сделал. Да. Мне просто интересно, с чем ты будешь, и рифмовое слово давно... Нет, ты же прям прочитал, это как сказка. Давно лесной Люси и дура собрались вместе погулять. Но встретила... Но их нет. Она наладовала. Ментура нельзя говорить, Кайя. Почему нельзя? Давно леси. Мы говорили слово хуй несколько раз. Ну, слушай, давай. Прокуратура. Звукорежиссура. Халтура? Шнура? Нет. Давно лесной Люси и дура собрались вместе погулять. И как сказал бы Сергей Шнуров, прекрасно, блядь. Браво, прекрасно. Ребят, вот так работает сознание поэта. Слушай, респект. Спасибо большое. Ну что, друзья, у нас в гостях был рэпер-романтик, поклонник русского языка. Абсолютно противоречивый, но в то же время невероятно цельный, тонкий и глубокий человек. Александр Степанов, СТ. Спасибо тебе огромное. Спасибо тебе большое. Это было очень классно. И первый сезон проекта «Хочу с» объявляется ЗАКРЫТЫМ! Пишите в комментариях, кого бы вы хотели увидеть в новом сезоне. Жмите колокольчик, подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии. Спасибо. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин